Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. В результате боевой работы из опасных зон были спасены и эвакуированы 535 человек. Далее о том, какой была прошедшая неделя для столичных спасателей. Несчастье чаще всего представляется явлением редким и маловероятным, пока не коснется лично нас. Между тем на пожарах каждый год гибнут сотни человек. Огромное количество людей получают увечья, остаются без крова. Материальный ущерб измеряется гигантскими цифрами. Но в конечном счете, что может быть ценнее человеческой жизни? В ночь с понедельника на вторник жертвой пожара в Минске стал 51-летний мужчина. Трагедия произошла в пятиэтажке по улице Авакяна. Жители, почувствовав около трех часов ночи едкий запах дыма, вызвали бойцов МЧС. В коридоре двухкомнатной квартиры на верхнем этаже спасатели обнаружили мужчину. С ожогами и отравлением угарным газом в бессознательном состоянии пострадавшего передали медикам. Однако все усилия спасти его оказались тщетны. Причины и обстоятельства, приведшие к этой трагедии, сейчас устанавливают специалисты. Среди версий – неосторожное обращение с огнем при курении погибшим. В среду около четырех часов утра спасателям пришлось тушить микроавтобус Volkswagen в Серебрянке. Он загорелся на проспекте Рокоссовского в результате короткого замыкания электропроводки. По этой же причине только уже после обеда в четверг на улице Саналиева загорелся БМВ. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, горел салон авто. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате ЧП повреждена панель приборов, обшивка салона и лобовое стекло немецкого седана. Минск чрезвычайный. Также в четверг произошли еще два пожара. На этот раз по вине пьяных курильщиков. Сообщение о первом поступило около восьми вечера. Горела квартира на улице Лобанка. Когда спасатели прибыли на место вызова, огнем была охвачена кухня. Пожаром повреждено имущество, закопчена квартира. Спустя два часа работникам МЧС поступило аналогичное сообщение. На сей раз из дома на улице Заславской. Там в жилой комнате трехкомнатной квартиры загорелась обшивка дивана. В обоих случаях оперативно прибывшие спасатели ликвидировали пламя. И никто не пострадал. В ночь с субботы на воскресенье в заводском районе столицы по вине еще одного нетрезвого курильщика горела квартира на девятом этаже. Сообщение о пожаре в трешке на улице Крупской поступило в 101 около часа ночи. Стоит отметить, что по данному адресу столичные спасатели уже выезжали в августе 2016. И вот не прошло и года все как под копирку. Ночь, спиртное, сигарета, загоревшееся домашнее имущество и тот самый виновник – 46-летний хозяин апартамента. К счастью, и в этот раз для него все закончилось благополучно. Чтобы избежать трагедии, пьяным курильщикам необходимо помнить, что курение – удовольствие весьма сомнительное. Особенно, когда накануне употребляется спиртное. В состоянии алкогольного опьянения притупляется чувство опасности, и люди рискуют пасть жертвой собственной неосторожности. Причем нередки такие случаи, когда курит один из домочадцев, а в огне погибает вся семья. Риск гибели на пожарах на 80% снизит установка автономного пожарного извещателя, который громким звуковым сигналом оповестит вас о появлении задымления и сможет предотвратить беду. С начала года 37 жителей нашей страны, из которых 15 – это дети, спаслись благодаря сработке ОПИ. Необычный вызов поступил на номер 101 в воскресенье около 11 утра. Спасателей вызвали на выручку двухлетнему ребенку, который попал в самое, что ни на есть, безвыходное положение. Вообразив себя маленьким королем, малыш умудрился надеть себе на голову импровизированную корону в виде пластикового горшка. А вот снять обратно не смог. Попытки родителей помочь Чаду не увенчались успехом. Между тем у ребенка уже началась истерика, и его близкие поспешили вызвать на помощь спасателей. Те действовали профессионально. Прежде всего они успокоили малыша и потом ловкими движениями спасли его из-за подней. Подобное происшествие с детьми до трех лет, которые засовывают разные части тела во всевозможные предметы, происходит часто. Обычно помогают родители, врачи. Но и спасатели выезжают на помощь. В связи с этим МЧС обращается к родителям с просьбой внимательнее следить за своими малолетними детьми. А у меня о происшествиях на сегодня все. Берегите себя и своих близких. До следующего вторника. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.